Как обычно, самый первый номер это, конечно же, настройки гитары. Всем привет большой, а сейчас я тут, как это сказать, хотя бы у себя на страничке это дело перепущу. Здорово, здорова. Всех рад видеть, рад видеть. Обычно я все-таки в радиоэфире, то есть меня не всегда видно. Хотя, человек я видный, и видно меня во многих. Сейчас, секундочку. Самое интересное, это, конечно же, перепустить все это дело еще и на своей страничке, чтобы оно было. Потому что в других местах там народ еще перепустит, а кто же на мою-то перепустит? Никого. Вот, поэтому, сейчас, где тут она? Вот она началась. Ну что, дорогие друзья, так уж сложилось, что теперь мы чаще встречаемся по телефону или вот так вот, как в данный момент, в разных чатах, в разных, значит... Что делать? Я сам ощутил, что самоизоляция это тяжелая ноша. Мне, наверное, везет чуть больше, чем другим, по разным причинам. Вот. Ну, в общем, это не сладко. Согласен. Одно дело, когда ты лежишь на диване... Я же диванное животное. Одно дело, когда ты лежишь на диване, и ты прекрасно знаешь, ты можешь совершенно спокойно взять и пойти на улицу погулять. Ну, либо не ты взять, а тебя, значит, палками выгонят на улицу и погонят, значит, куда-нибудь гулять, чтобы ты хоть как-то немного прошелся, а не лежал бы на этом диване счастливо и, значит, это... А другое дело, когда ты лежишь на этом диване и понимаешь, что вот ты лежишь на этом диване, и максимум, куда ты можешь дойти, это, простите, до компьютера, естественно, или вот до этого. Поэтому мои мечты, которые у меня были, что когда я выйду на пенсию, влягаюсь на диване и буду лежать, придется их корректировать. Я понял, что это дело не очень-то возможно. Вот. Так что влияет вот эта вот самоизоляция, она влияет и в том числе на мироощущения. Свои собственные. Что уж делать. Ну, а сегодня у нас день рождения Бортклуба Парус. 13 лет. Ну, вчера была передача Оли Зеленской про числа, где про цифру 13 в том числе говорилось. В общем, мы назначили на сегодня концерт под названием «Дурацкая весна». И, по большому счету, концерт, конечно, не состоялась, но «Дурацкая весна» состоялась. Причем не только у нас, но и у всех. Приветствую. Приветствую, Александр. Приветствую, Сергей. Приветствую, Вадик. Там еще много народу подключилось. О, мамат, здорово. Вот. Ну, в свое время Георгий Леонардович Васильев, будучи еще совсем молодым, написал песню, которую он назвал на юбилей. Вот. И я, когда ее сегодня внезапно вспомнил и послушал, понял, что эта песня относится и к Борт-клубу Парус, и ко мне в том числе лично. Потому что да. Покачнулась ладья, и фигура наша бита. Вышел сущий конкурс, вышел в форме внезиок. Но порой наш зелон вдруг становится гамбитом, если он, невзначай, стратегически помог. Кабы знать, что двигать первым, короля или ферзя, и какие контрмеры нам грозят, но того, что неизвестно, знать нельзя. Не поможет сам черт, и не орлаку не ответит никому. Ах, как хочется быть раз одним, другим и третьим, и при этом не быть. Гуридановый маслом. Но пока еще нам интересно все на свете, не года и беда, не отправят нас на слон. Но пока еще нам интересно все на свете, не года и беда, не отправят нас на слон. Но пока еще нам интересно все на свете, не года и беда, не отправят нас на слон. Вот так вот. Так что, Парус, с днем рождения тебя, с днем 13-летия. И, конечно же, ну я честно скажу, я не лучший руководитель борт-клуба Парус, потому что основной расцвет, конечно, у него был. Когда руководила им Лера Окунь. Это связано со многими вещами. И с тем, что я никогда, в общем, не считал себя хорошим руководителем. И вообще, как бы, от этого старался держаться подальше. И наличие свободного времени, в том числе, и наличие той колоссальной энергии, которая у Лерти была, которая горы могла сдвинуть. Вот. Ну и плюс ко всему, конечно, в то время Парус был едва ли какое-то время чуть ли не единственным местом, где можно было нормально, платно проводить концерты. Хоть и нелегально. Вот. И это, конечно, тоже очень сильно. Сейчас таких мест, ну, до последнего момента, было дофига. Вот. А в те времена, когда Парус начинался, не так уж и много. И, конечно, в Парусе был лучший звук. Это правда. Вот. В Парусе была шикарная видеозапись. Эти концерты все есть записанные. Вот. И... Ну, в общем. Чего уж говорить. Ну, Парус жив, и, в общем, мы совершенно неплохо себя в этом отношении чувствуем. Что сказать по поводу сегодняшней трансляции? Я правда не готовился из этой трансляции. Для меня, помимо всего прочего, повод взять в руки гитару, потому что не так уж и часто я это делаю, к сожалению. Даже самоизоляция в этом отношении, к сожалению, не помогает мне. Ну, вот, то, что вы меня смотрите, что? У тебя на телефоне не выключен звук извещения. А, о, точно. Сейчас, ребята, да, извините. Вот эти вещи. Да, это я забыл. Здравствуйте, дорогие друзья. Это тут, это... Как всегда, пришел штурман поруководить немножко. Сделал. Все, теперь булькайте пикать не будет. Теперь булькает и пикает ноутбук. Ну, ладно. Но, по крайней мере, он не прямо в мониторчик. Он пихает. Потому что у нас тоже изоляция друг от друга. Серега в одной комнате, а я в другой. Я его там слушаю. Она там работает. Вот, в отличие от меня, вот, человек, который работает дома, ну, в общем, короче, отдыха не получается в этом случае. Ты все равно встал, проснулся, открыл глаза, и ты уже на работе, вот, Ирина Алексеевна, поэтому покалывает. Дай ей Бог здоровья. Да и вам всем, дорогие друзья. Ну, давайте по Ивасям пройдемся. Кладут асфальт на площади Восстания, Пришла пара ремонта на тротуар. Кладут асфальт везде, где я когда-то Бродил, не поднимая головой, Кладут поверх следов моих блужданий, Что я оставил на асфальте старый рон. Поверх моих асфальтовых заплаток, К которым я давно уже привык, Асфальтовые горы кладут На мой проверенный маршрут Везде, где пролегла моя Проторенная колея В Матвеевском, на Пресне, В теплом стане, На Рижской и на Тихерском вокзале, Как тилатая уличная рана, Танцуют свой заметный балет, Кладут асфальт на площади Восстания, Поверх в асфальт впечатанных печалей, Засохших неподаренных тюльпанов, И пепла садных курьких сигарет, У цепь моих былых следов, Я вновь в небе пропасть готов, Ловушка вечная моя, Проторенная колея, Кладут асфальт на площади Восстания, Латают мостовые и бульвары, Все выбоины мелкие исправились, Асфальтовая черная река Прошла пора обить и расставить, Пришла пора ремонта тротуара, Пора на черном зеркале Оставить свой первый отпечаток каблука, Свой первый отпечаток каблука, Свой первый отпечаток каблука, Да, Ривский вокзал это все-таки, Други мои, это все-таки Мещути и Сергеев, Но у Ивасей, да, у них есть вокзал, Только Киевский. На Киевском вокзале все едут кто откуда, А он в перронном зале Стоит и провожает поезда, А рядом пассажиры Сердито ищут временный приют, И наливаясь жиром, доволен и насильщий тесноют. Ах, как же все кричали, И от оваций пара вздражал, Когда его встречали, Когда он на Филоменонске приезжал, Но радости щеза накатывались волнами года, И сама на всех вокзалах Теперь он провожает поезда. Все тронулось куда-то, Поехала тихонько со стороны, Ах, вождь пронетариата, Мы движемся в иные времена, Простимся ж напоследок, Пора уж провожающим отстать. В краях, куда все едут, Мне будет вас немножко не хватать. Вот ее нужно постоянно тренироваться, Чтобы попадать, не всегда. Вот, да, Москва. Да, Сережа, Сережа, здорова. Ой, Андрюша, привет. Ой, кто там? Много хорошего народа собралось, Меня это радует. В этом году, да, я как-то... Ну, 20-го день рождения, апреля-то, Я так задумался еще в начале года, а то и в конце прошлого. Не хочу, но в этом году на день рождения свой концерт Просто вот не хочется, и не стал его никуда ставить, И вообще решил, так сказать, скромно, по-домашнему. Вот, я так думаю, что день рождения я точно буду отмечать по-домашнему. Мы соберемся с вами, друзья, вот так вот, значит, нальем там рюбочки. Как в воду глядел, черт побери, а? Да, но я не хотел, честное слово. Здравствуй, Олег, здорово. Вот, Юля, очень приятно. Вот, ну... Мне прям известно, что я не очень готовился, Я только так прикинул в голове, какие песни сегодня буду петь. Ну, свои мне как-то совестно, а не слишком уж это... Давайте все-таки висбор, наверное. Ой, а что там сначала я... Какие-то были... Сейчас, секундочку, я посмотрю. Может, там были какие-то еще заказы. Кстати, можете заказывать. Да, я тут смотрю, правда, в тот момент, когда я смотрю, я покачиваюсь. Вот, значит, вот, да, мне уже заказы тут из кухни идут. Вот, ладно, ну, если заказы идут из кухни, что уж поделать. Продолжаем, Ивашенко. Я никуда не спешу, я стихов не пишу, Не собрать бы слова воедино. Что, хоть себе самому объяснить, почему, Замыкать искрят провода. Я не пойму ничего из себя самого, Я утешнул все впереди. Но я не забуду тебя Никогда, 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 никогда. Я не забуду тебя Никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но он описан давно Будрецами иных поколения. Я их немало читал, и счастливей не стал, И храню свое тепло под стеклом. Но назначить я иных, Ни подвластных в углу, Повседневных вещей и явлений мне, Не дано описать Ни при помощи злом, Ни числом. Вновь в лабиринте наук Неожиданный крюк Совершу на пиролито, натыкаясь вновь. Перечту мудрецов И в конце-то концов Одолею шинель и муму. Но почему иногда Ни с того, ни с сего Так искрят провода, Заныкаясь я? Очевидно, уже Никогда, никогда, никогда не пойму. Я никуда не спешу, Я рукой не машу, Я к разлухам привык, И к утратам вновь. Улетит самолет, Пароход уплывет, И во года потекут, как вода. Но смотрится невразрец, Всем законам назло, Вопреки всем ДМЦ квадратом. Я не забуду тебя Никогда, никогда, никогда. И я не забуду тебя Никогда, никогда, никогда. Вот. Совсем не видно, я могу чуть пониже, давайте так. Ну вообще, я это все играл, я сам. Все вживую, никакого монтажа. Все по-честному. И чуть левее. Левее. Сейчас посмотрим, может быть, вот так вот. Да, хорошо. Ну вот, я как-то, я предчувствовал, что, наверное, все-таки, вот и в оси, это то, что... Мне, то есть, понятно, что, на самом деле, вот среди нас, кто слушает авторскую песню, эти песни зачастую, они же не просто так, они для нас помогают в каких-то сложных жизненных ситуациях. И бывает, что... Ну, песни вот... И для меня и Василий, они одни из тех, то есть, Ивашенко с Василиевым одни из тех, чьи песни помогали во многих случаях выжить. То есть, если бы их не было в моей жизни, мне было бы намного хуже. И, конечно же, даже в том числе и вот это... Кончается четверг, и дождик мелок, И сквозь небо едва, едва видны Два косяка летающих тарелок Над мокрой территорией страны И девушки, бегущие с работы По лужам торопливо семенят Промокший двор, и в нем промокший кто-то Немножечко похожий на тебя О, как легка и необыкновенная Та женщина, что скромной и свою Несет химчистку в сути здоровенной Немножечко похожий на твою А из-за облаков сквозь дождик мелкий Глядит на двор в подзорную трубу Портинженер летающий тарелок Немножечко похожий на судьбу Кончается четверг, и дождик мелок И трудно разглядеть в промозгленьках Чего-то, что на небо улетело И то, чего останется на земле И две фигуры посреди стихий Друг с друга не спускающий глаз Промокшие слепые и глухие Такие непохожие на нас Чистливые, слепые и глухие Такие непохожие на нас Нет, вот раз уж зацепили эту тему, то можно на ней сидеть То есть песня это как раз то, что зачастую помогает выжить И да, да, в сложных ситуациях Я не скажу, что это только акторская песня У кого-то, кому-то, вот если брать там нынешнюю молодежь Кому-то это рэп Насколько повлиял вообще Не на музыку, не на это, а на судьбы И на умы тот же самый Цой Потому что эти песни, они тоже реально помогали людям выжить Потому что, ну, в такое время такие песни Вот, и то есть вот песня, именно песня, она помогает Любая, не, ну, есть те, которые Ну, хорошая песня, она всегда Она находит отзывы в сердцах А если она нашла, то, значит, где-то она как-то сможет вытащить И вот, в свое время, когда я перебирался как раз в Питер То есть у меня в голове Ой, у меня куража не хватит в одиночку-то На эту песню Мищуков Но все-таки это как-то, она шикарная Но ее очень сложно петь Не по музыке Не по музыке, а потому что вот тут вот должно все вот так вот То есть вот, когда ты поешь там в конце концерта И вот весь зал уже твой И ты понимаешь, да, и вот тогда она звучит и то не в одиночку То есть мы с циркой ее вдвоем делали пару раз на концертах Но очень сложно Вот, а я хочу спеть песню Это называется склероз Ну ладно, я думаю, что кто-нибудь заглянет в слова Поплыл назад родной перрон Правда, вылетела из головы Замечательный автор, когда-то жил, по-моему, в Казахстане Вот, сейчас живет в Израиле Вот Вылетела И причем я пою ее не в авторском варианте А тот, который нам добрался из походов и прочее к нам в Тольятти И вот в таком виде она у меня в голове и засела Александр Стрижерский Да простит меня автор за совершенно исковерканный Неканонический текст Поплыл назад родной перрон Вокзал на время опустел Вот и опять В мой дом вагон Ну что ж, я сам того хотел Но все же грустно уезжать Совсем не хочется, поверь Но от себя не убежать Не повернуть назад теперь Катится навстречу солнцу огненный шар Все, что было, знаю, я уже не вернешь Жизнь дана лишь раз Это сказочный дар Знать бы только, где в жизни счастье найдешь Кура лезет в память оставляя свой след Сам себя сужу перед глазами я весь Так хотела счастья, но его еще нет Так хотела силы, и она уже есть Не говорю себе прости Ведь я не то, чтобы сбежал Я просто крикнул Отпусти И руки медленно рожал Бывает так И ты поймешь Ведь ты же у меня Матрец Все, что искал Здесь не найдешь А что нашел, там конец Ты со мной играешь Ты смеешься, судьба Верь, знаешь, ты прекрасна Что я в жизни хочу Значит, жизнь по-твоему По мухам хотя бы Ну постой, ведь я же еще С тобой покручу Кура лезет в память оставляя свой след Сам себя сужу перед глазами я весь Так хотелось счастья, но его еще нет Так хотелось у воли, и она уже есть Как далеко остались те Кого любил, кого просил Я помню вас Вы помните Вы помните Я с вами был Все это так Летишь вперед И оставляешь за собой Всех тех, кто может И не ждет Тоску от тех, кто был с тобой Александр Стрижевский Замечательный автор Великолепный Я говорю, это не авторский вариант песни То есть это Песня прошется И через жернова Народного Творчества О господи Да что же у меня дверь-то Все время хлопает Наверное, где-то В подъезд кто-то заходит А дверь так Тын-тын Туда-сюда Вот в комнату Вон такие вот дела Ну Да, Журавлинка Тоже замечательно делает Что там Уплывает теплоход Блин, вот это тоже нужно Как бы Это такая хоровая песня Что в одиночку-то ее петь Я понимаю Я понимаю, конечно Вы подпоете Я тебя сейчас закрою Чтобы она не хлопа выпустит Когда закончишь Я тебя открою Меня вообще закроют Сейчас в этой комнате И не выпустят Пока Да Пока не отпустят Давайте Юрий Визбор Все-таки Юрий Визбор Вот, наверное На этой песне Когда я ее Крутил в голове Я, наверное На ней осознал И для себя Посмотрел Что, как То есть Потому что Это вот То чудо Визбора Как писать песни Которые вроде бы Не о чем Но и о каждом И И вообще За жизнь Иногда Так Крым И строчка Какая-то И все Обучаю играть На гитаре Ледокольщик Сашу Седых Ледокол По таросу Ударит Саш Крепче Прихватит Влады Ученик Мне достался Упрямый От струну Теревит От души У него На столе Телеграмма Разлюбила Прощай И не пиши Улыбаясь На фотокартинке С нами Дамова Леда Колесит Нью-Игарка Мадам Воз Дудинка Иностранный Поселок Тиксин Я Гитарой Не сильно Владею И С ладами Порой Не в ладах Обучался У местных Злодеев В тополиных Московских Дворах Но Для Саши Я Бог Между прочим Без Гитар Ему Ни Житие Странным Именем Висбор Иосич Он мне дарит Почтение Свое Улыбаясь На фотокартинке С нами Там В льдах Колесит Нью-Игарка Мадам Воз Дудинка Иностранный Поселок Тиксин Ах Коварная Это Коварство Дальновой Не имеет Горбун Оборона Теперь И лекарства Семь Гитарных Потрепанных Струн Говорит Он мне Этой Детали Но Ошиблась Своей Суете Обучаю Играть На гитаре И учусь Людей Доброте Улыбаясь На фотокартинке С нами Дама В льдах Колесит Нью-Игарка Мадам Рост Дудинка Иностранный Поселок Тиксин Да Самоизоляция Олежка Да Кольцевая Лампа Купил Для Ирти Потому что Она записывает Свои уроки По вязанию Вот Она же Мало того Что она вяжет Она же еще и Преподает Это дело Вот И соответственно Она записывает Уроки Вот так Без этой лампы Ну ламп С креплением Сразу Смартфона Вот Она в этом отношении Очень помогает Вот А я тут Решил А что бы И мне не Воспользоваться Вот Вот И в результате В очках У меня Теперь такие Круглые Приятные Круги Вокруг глаз Вот Ну Но зато Такой ровненький Приятный Свет Нету Этих Синяков Под глазами И так далее И так далее Не знаю Чья песня Я как бы Могу догадываться Но Официальных Подтверждений Нету Поэтому Чё-чё говорить Просто песня Неизвестного Автора Которую Мы пьем В своё время Много-много лет В Тольятти Назад И она По крайней мере Вот она Как раз Вот этой Вот наверное Погоде Катится Листва Катится По небу Солнце Катится Вот уж Слышится Песня Весны Ну Что делать Так Что там У нас Ещё Что там У нас Ещё Ну Из Мещуков По снежок Что ещё В эспарине Тех времён Был студент И чист Не видит Болмён Наряжался Ныгрым На карнавал По подъездам Барышей Целовал Я тогда Любил Говорящих Нет За наивный Взгляд Ненаглядный Свет Просыпалась Жизнь Ноготком Стуча В локальном Ларчика Без ключа Голосит Разлука Корчит Звезда Я давно Люблю Говорящих Да Только Мнится Сердце Сквозь Дарелён Колокольным Деревом Прорастёт Оглок Остался На два Гладка И записка Мокрая Коротка Заслани Воды Ворской Той Воды Ворской Пополам С тоской Хорошо Безусом По Руси Олицейской Ночью Лететь в такси Тормознёшь Лбом Заданёт Стекло Очнёшься Вдруг Двадцать лет Прошло Я забыл Как звали Моих подруг Дальнозорок Сделался Близорук Да и ты Ослепла Почти Душа В поездах Простуженных Бельтиша Наклонюсь Стеклу Прислонюсь Стесней Двадцать лет Прошло Словно Двадцать дней То ли мышь Под пальцами То ли ложь В неволе Слёзд Наезд Поёшь Хорошо Безусом Паруцей Кевицейской Ночью Лететь В такси Тормознёшь Лбом Заданёт Стекло Очнёшься Вдруг Двадцать лет Прошло Подпевала Ирина Петровская И снова Меня закрыла Вот Ну давайте Немножко Своих Потому что Что ты там Смеёшься Ладно И про Таню Тоже будет Вот Значит Стики Влада Южакова Остался последний жетон метро В бумажном стаканчике чая стыль Ушла по аллее качнул гедро Сказав уходя сожжены Мосты Будь счастлив ты больше не мой герой Прощай и не думай грустить по мне А сердце для новых страстей открой Есть что-то прекрасное Есть что-то прекрасное В каждом дне Забытый, заброшен И лишь Январь Морозом Ласкает Моё лицо В заброшенном парте Стоит фонарь Стою зажигалкой Совсем как Сой Им надо Подветить Моя вина И прыгнуть Под поезд Но Дело в том Что Павлик сегодня Набрал вина Из парка Налево Четвертый дом Размякну на кухне Согрет и сыт Покуда за окнами Снег валит И кто-то в парадной Опять носы А кто-то напишет Что в зое моложи Да как тут не жить И есть ли есть портвей Петрушка и крылья Копченых кур И Павлик на хмуре Кусты бровей Поддержит беседу Про лярв И кур И станет неважно Что там и звони И в парке Погаснет фонарь Давно Есть что-то прекрасное В каждом дне Ей-богу Мне нравится Это дно Тоже ежаков Как-то вот Есть любимый поэт И Влад Он нелюбимый Он любимейший Я бы так сказал Благознакомый с ним Наверное С восемьдесят Девятого Наверное Черт знает Сколько лет Следующие тоже Очень печальные Жизненные песни Наша Таня Горько плачет Уронила мишку На пол А потом На мишку Рухнула Плотяной Дубовой Мишка Нету мужа Лишь трепещут Сандалеты Из Анапы Те Что он украл На пляже У бухого Мужика Прибежали Вызбу Дети Закричали Тятя Тятя И Конечно Появилась Раздраженная Свекровь Сын А я предупреждала Не бери Жену Не глядя Неужели же было мало В педучилище Корок Мишка Выполз Из-под шкафа Ты меня Почти убила Ну что ты Зенками Моргаешь Что ты Щелкаешь Таблом Ну говори Держи Ровнее Криворукая Кобыла Как же Я повешу Дверцу Если дверца Под углом Таня Плачет Растирая По щекам По токе Туши Сколько Читано Про счастье Только В жизни Все не то Обстоятельных Инструкций Как Татьяне Выбрать Мужа Нет Ни в Мушкинских Поэмах Ни в Наследии Бартон Тише Тише Таня Все Порядки Сборка Шкафа В лету Ганет Жизнь Тебе Взамен Подарит Без Но Новых Неудач Просто Надо было Раньше Разбираться С мужиками Ну а Теперь Конечно Поздно Не утонет В речке Меч Вот Где то так Ага Вот Очень интересно Что Вот Там Вот У меня В компьютере У меня Да Есть Какие то Сообщения Вот А Вот Это Как в телефоне На какой то момент Сообщения Закончились Поэтому Сейчас я прочитаю Что тут у нас Да Кольцевая лампа Это есть Это есть Вот вторую Голову В студию Да Вот Да Мне как то Довелось Вытащить Южакова Это было Лет 5 назад Что ли Чуть больше Даже Больше Наверное На день рожденский Концерт На свой В этом В союзе И даже Запись Сделали Но До сих пор Этой записи Так Никто и не видел Вот Потому что Конечно Он удивительный Удивительный Поэт Ну и просто Я его очень люблю Вот Ну Начал я конечно Вот вчера Оля делала Зеленская Передача И я забыл Самое интересное И она забыла У нее передача Была о числах И у меня Вылетело из головы И у нее Что у меня Замечательная Песня Как раз В эту тему Потому что Называется Она 41 И собственно Главная суть Во всей песне Именно в названии Само-то содержание В общем-то Там и хрен с ним Вот Ну вот Название Это основное Конечно Это стихи Замечательного Тольятинского Поэта Алексея Алексеева Который сейчас К сожалению Пишет в основном Сценарии А не стихи Вот Но это не умаляет Красоты Так сказать Слога И мысли Вот В данного стихотворения Которое я Положил На чью-то чужую музыку Да Замечательно Вот И Тогда просто Вот Везде играли Соответственно Это Мумитроли Тогда-то В подворотне Нас ждет Маньяк Он зацепит Тебя на крючок Ну вот это вот Было И когда мне Эти стихи В очередной раз Показались Передо мной Они тут же Легли на музыку Возвращаюсь домой Сквозь полуночный мрак И крадется за мной Сексуальный маньяк В абсолютной тишине Убыстряю свой шаг А вокруг не души Только этот маньяк Светят тысячи звезд Возбуждая бродяг Забегаю в подъезд А за мною маньяк По ступеням скачу И кричу ему Да Обратитесь к врачу Нехороший маньяк В настигающий мист Устремляю кулак И по лестнице вниз Отлетает маньяк В темноте чердака Расчленю маньяка Ставлю памятный знак Сорок первый маньяк Вот такая вот душевная песенка Так, что тут у нас пишут Хе-хе-хе Да, мы такие Вот Географию Серпухов Янау Венспилу Железногорск Ставим Может еще кого не знают Расскажите откуда смотрите Вот Да, мне приходится К сожалению Там вот Отдельно смотреть Потому что тут Внезапно кончился Этот Ресурс В запомненных комментариях Вот Вот такой вот Алексей Алексеев Замечательный Еще мне очень нравится Песня Ну Многие песни Которые я пою Они пришли Вот То есть Когда я их узнал Мне было там 18-19-20 лет И они так и остались со мной Всю мою жизнь Некоторые из них я выучил Может быть даже чуть позже Но услышал именно тогда И тогда Это все в меня запало И лишь потом во мне очнулось И вот Песня Очень интересная Это практически Единственная песня Автор стихов Который Сергей Яковлевич Никитин И музыки тоже Вот Эта песня была написана В те времена Когда снимался Фильм Москва Слезам не верит И рассказывается о них В ней как раз О том перегоне Серпухов Шарапова охота И если вы помните Когда они там едут В электричке То там как раз Объявляют Станция Шарапова охота Музыка Это вошла в фильм И в фильме Она звучит Это одна из основных Одно из основных Литмотивов Всего фильма А песня Так и осталась Не востребованная Не вошла в фильм А уже много позже На эти же стихи То есть Эта же песня Эта же музыка Была положена Уже на другие стихи Но мне нравится Как раз тот самый Первый вариант До станции Шарапова охота Бесконечный Берегон Ни о чем Не думать Не охота От того Что движение Как работа И у каждого Движение Свой закон Проносится Платформа Столбовая Та дорога Столбовая Не на ваг Я гляжу В окно И напеваю Только вспомни Я и сразу Забываю Забываю И мотив Тут и слава Везет Какой-то парень По вагону На тележке Двухколесный Потихон Везет его Конечно Для посол Заводить Тут потихон Уж нет Аризона Да и что Тут заводиться Не Аризона Ла-да-ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра Ты пожела Столошина Расскажи Нам Как же быть Коль не заводится Пружина Та пружина Что находится Внутри 界 Только вспомню Я и сразу Забываю 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 И мотив Что ты Слава Я гляжу в окно и напеваю Вот проносится платформа столбовая Та дорога столбовая не нова От того лишь, что движение как работа И у каждого движения свой закон Ни о чем не думать неохота До станции Шарапова охота Бесконечный, бесконечный перегон Вот где-то так Да, на заказ играю Ну если, конечно, знаю песню Да, много не увидеть У меня проблема в том, что у меня на телефоне перестали появляться сообщения Поэтому мне приходится вот сюда вот В ноутбук глядеть Вот, где более полно Но это вот нужно Да, это все менее просто Виноградную косточку Вот не стыдно признаться Но за всю свою жизнь Виноградную косточку я в основном только подпевал Потому что слов Богу и ошибиться Сакуджава у меня вообще очень сложно И мы когда тут недавно делали С Левой передачу делали С Юфитом Я, в общем, признался Что у меня всегда Сакуджавой было сложно Что очень мало его песен Мне вот не запали в детстве То есть Висборд, да Там, ну, какие-то Клячин, Границкий, понятное дело Вот А Куджава как-то вот Вроде его было много вокруг Потому что его и пели там и так далее Ну, и понятно, там многие вещи из фильмов Которые Которые я как раз пою с удовольствием А Куджавские песни для меня были всегда Очень сложны в восприятии, в понимании Потому что я все пытался понять О чем же это И, ну, вот не давалось Вот эта вот философия Куджавы Она То есть я до нее дорос, наверное, гораздо позже И поэтому Куджава, конечно, входит в разряд любимых Но не входит в разряд тех, кого я часто пою Потому что они гораздо Гораздо позже до меня дошли Ну, в смысле, вот сюда, в голову Вот Поэтому Не хотел бы портить песню просто В этом отношении Потому что хорошо я ее не спою А плохо петь стыдно Давайте чуть-нибудь из-за Куджавы Ну, попроще Например, вот эту Кавалер горды Век недолг И потому так сладок он Верной любовь вечной на земле Напрасно мирные забавы Продлить пытаетесь смеясь Не раздобыть надежной славы Покуда коровь не пролилась И как ни сладок мир под лунной Лежит тревога на челе Не обещайте тебе юной Любови вечной на земле Не обещайте тебе юной Любови вечной на земле Течет шампанское И взор туманится слегка И все как будто под рукою И все как будто на века Крест деревянный и чугунный Назначен нам в грядущем гре Не обещайте тебе юной Любови вечной на земле Не обещайте тебе юной Любови вечной на земле Вот так Ну это с Иришкой О, сектор газа Классика Но наверное не сегодня Вот тоже песня Которая неизвестно как и откуда пришла Она пришла из двух мест Сразу одну приволокли походники Вот, а вторую приволок Олег Митяев вместе с Петей Старцевым Они ее пели Они не знали автора этой песни И те кто нам приволокли не знали Песня пришла немного в разном С разным текстом И распространилась она конечно больше Она известна вот в том таком Лирическом исполнении Которое сделал дуэт Старцев Митяев Вот А до нас она пришла в разухабистом виде Вот так бывает То есть одна и та же песня Немного слова поменены Вот Ритм другой Значит это Хотя мелодия та же самая И в общем слова действительно очень близко похожи Поэтому я спою вот нашу такую разухабистую Вариант этой песни Вот А автор неизвестен до сих пор Никто не может найти Там искали То есть У нас с этой песней была замечательная история Когда Среди бардов там В 80-х по крайней мере годах Была популярна игра крокодила Но когда загадывали не слова А загадывали Песни Вот То есть И соответственно Ты без слов должен как-то изобразить песню Там Надежды маленькие артестры К примеру Там Ну там это еще просто Вот И значит Когда Сереже Топорову заказали эту песню Он вышел и сделал так один И вот так То есть так это Показал И все сразу О Огурец на вилке Вроде шашлыка То есть Достаточно было До этого За окном то дождь и кто Опять метель А за окном то ветер Дом Звенит капель За навешок Назвы свечу Свечу Мне не надо лета Осень не хочу Мне не надо лета Осень не хочу Поснимаю Снимаю Диль И Рисходик В часу Разобью Будиль И Дальше Дальше За навешок И Назвы свечу Я с друзьями до смерти Чопнуться хочу Я с друзьями до смерти Чопнуться хочу Самовар Поставлю Сахар Накалю Пузырек До стаха А ну в кружке Разолью Залью Послушайте Вот тут я слова Как раз и забыл Ну вот старые песни Давай Второй Куплет У нас Поснимаю Диль И Рисходиков Часов Разобью Будиль Негли Веренно Засов За навешок Назвы свечу Свечу Мне не надо Гость А гость Не хочу Сумовар Поставлю Сахар Накалю Пузырек Достану Кружки Разорю Залью Шок Назвы свечу Свечу Я с друзьями До смерти Чопнуться хочу Я с друзьями До смерти Чопнуться хочу Вспомню Все Что было Выпью Все Да-да-на За окном Макансы Я вроде бы Видна А курица На вилке Вроде Нет шашлыка И чей-то катится По моим щекам И чей-то катится По моим щекам Я возьму Гитару Струны Подтяну Обо всем Что вы Что вы Что вы Милопесню Затяну Занавижу окна Засвечу Свечу Маринина Маринина Наталья Так Усень Хочу Маринина Наталья Так Усень Хочу Вот так Подводит память Черт возьми Так Да Один геолог Не сегодня был Он же был Вот Недавно Совсем вроде Или сегодня Геологи Да Ха-ха-ха Сосгару Вечный стандарт Вот колодец Которым Серую краску На жизни Черпает Серые лити Шаблонов Проклятых Оригинальности Краски Рассветив Можно пройтись На руках По канату Или ногой Зыграть На кларнете Ради одной Из сенсаций Недели Грех Не спробовать Все варианты Кто-то поэта Убьет На дуэли Выстрелит Кто-то Ларнета Да Я кумир Только Славы Знаю Недолговечно И нет Мне покоя Кто-то Уже на органе Можно Но счастье Наверное Не в этом И восьми По поводу Шезгады Да Попробую Попробую Еще чуть-чуть Так Телефон Повернуть Ты в туфельках И ступтанных И ступтанных Не хочешь Ходить на рынок На виду Купсех И покупать Поношенные Платья Любимая Мы нищеты Не любим Как этого Желают Богачи Ее мы Вырнем Словно Зуб Гнилой Застрявший В самом Сердце Человека Но я прошу Ты нищета И не бойся И если В дом К тебе Она войдет То не прогонит Сгуб Твоих Улыбки Любимая Ты вспомни В этот Мик Что Я слежу Кратко За тобой Что я И ты Огромное Богатство Какого В мире Не было И нет Вот еще Вот я Всегда Старался Искать Песни Такие Которые Мало Кто Другой Поет Либо Мало Кто Другой Исполняет Потому Что Ну вот Ей Богу Приходи Ко мне Глафира Это Конечно Все Ну давайте Мы Вей Закончим Это будет Очень скоро А Сейчас Что бы еще Такого Что бы еще Такого Успеть Чита Это Стихи Тоже Ивашенко С Васильевым Стихи Господи Чилийский Поэт Ахун Хаакин Амурет Как же Память Вылетает Вот Пабло Наруда Помню еще Что-то Все После Дождичка Небеса Простор Голубей Вода Зеленая Медь В городском Саду Флейт И Деволтур Капельмейстеру Хочется Взлететь Ах, как помнятся Прежние Ордестры Не военные А из мирных Вет Расплескалось В улочках окрестных В улочках окрестных В улочках окрестных Может, жеремен Может, жеремен Выпадет Счастливый Снова Встретимся В городском Саду Может, жеремен Выпадет Счастливый 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 В городском Саду Но из прошлого, из былой печали, Как не сетую, как я не молю, Прорывается черными ручьями Эта музыка прямо в кровь мою Прорывается черными ручьями Эта музыка прямо в кровь мою Эта музыка прямо в кровь мою Прорывается черными ручьями Эта музыка прямо в кровь мою Следующая песня, которую я, наверное, уже закончу сегодняшнее выступление Она, конечно, абсолютно анти-самоизоляционная Не знаю, пока у нас еще не запретили подобные песни Наверное, стоит спеть Потому что, конечно же, в ней звучит призыв совершенно неуместный Сегодня приходи ко мне Вот, поэтому Ну, 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 это песня, ну, не вытянут же слова Не петь же там Глафира Приходи ко мне, Глафиро, Я на мою луся один. Приноси кусочек сыра, Мы вдвоем его съедим. Буду ждать желанной встречи, Я у ды... буду ждать... Так, слова. Дать я не желанной встречи, Я у дывери начну. Приходи ко мне под вечер, Посидим, а попьем чайку. Лучше быть сыпим, чем голодным, Лучше жить в мире, чем в злобе, Лучше быть нужным, чем свободным, Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Приходи ко мне, Глафиро, Ни нарвоком не значай, Приноси кусочек сыра, Ведь без сыра что-то чай. И колбаски, и колбаски, и два кусочка, А я маслица найду. В наше время в одиночку, Не прожить, имею в виду. Лучше быть сыпим, чем голодным, Лучше жить в мире, чем в злобе, Лучше быть нужным, чем свободным, Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Приходи, буду ждать, Ладно, я неустанно, Ты мне только покажи. На должник он своим, Твоим я стану, На оставшуюся жизнь. А дари привет нам взглядом, Малость рядышком в злобе, Больше ничего не надо, Только к чаю что-нибудь. Лучше быть сыпим, чем голодным, Лучше жить в мире, чем в злобе, Лучше быть нужным, чем свободным, Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Вот-вот на этой радостной ноте, Заметьте, я не призываю никого, Вот песня. На этой радостной ноте я, наверное, закончу сегодняшнее выступление, Которое и так продлилось на 25 минут больше, чем, честно говоря, думали. Я одно могу сказать. Спасибо вам большое, дорогие мои, хотел сказать, радиослушатели, Но в данном случае, не знаю, как там, телезрители. Спасибо вам за то, что вы пришли. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что подняли очень сильно настроение мне. Я надеюсь, мне тоже удалось немножко как-то поднять настроение у вас, И как показывает нынешний опыт, сидение дома и, как это называется, самоизоляции, Это не повод прекращать общение, а просто перевод всего этого дела В новые какие-то ранее, может быть, неизвестные для кого-то плоскости. Хотя, честно говоря, я могу признаться, что к году, так, наверное, в 2005-м, Я где-то так же, хотя я ходил на работу и прочее, но поскольку никуда не вылазит концерт, Я давал вот так вот в интернете. Сейчас, к сожалению, у тех уже сайтов, где это можно было делать, Тогда их было несколько штук, сейчас их уже нету. Но если там полазить, например, у меня в Ютубе, То там можно первые записи, они как раз взяты оттуда. Это еще ужасного качества, вот, но было и такое. Вот, так что, в общем, для меня это не в нове, Но сейчас, правда, все это и качество замечательное. И вон телефончик передо мной, и пишут, хотя тогда тоже писали. И пишут много, и народу собралось. Я очень благодарен вам за это. Я очень благодарен клуб Музыкальная среда за то, Что они эту движуху подняли. Я Настя Евграфовой, которая основной пинатель в этом отношении. У нас Вадику Елисееву, который разбирался, сидел с этими программами, С кучей разных, выяснить, в какой лучше, в какой хуже, Где там, что не так. Я приглашаю вас присоединиться к этому делу. Вот, потому что, ну, чтобы не сойти с ума, Надо как-то, надо как-то вот давать выплеск своим эмоциям, своим... Потому что даже вот в таком вот общении мы все равно вместе. Это дает надежду. Я очень благодарен вам. Бортлуб пару с днем рождения. Еще не последний, еще поживем. Куда уж деваться. Вот, значит, у меня еще что. У меня во вторник будет прямой эфир на Бортрадио С программой Открытый микрофон. Там в этот раз набралось очень много ребятишек, Которые я бы характеризовал как Бортрок Или акустический рок, но очень приятные. Вот. Вполне хороший. То есть в этот раз у меня по-разному бывает каждая передача. Кто присылает, тот присылает. И поэтому вот иногда туда, иногда сюда мотнет. Формат же достаточно открытый. То есть у нас в этом отношении. И самоизоляция дала себя знать. Очень много заявок. Поэтому там передачка будет длинная. Прямой эфир. Там тоже можете писать все в чате. Так сказать, я вполне отреагирую на ваши слова. Кроме того, еще хочу сказать, Что у нас в Бортрадио в конце апреля Помимо Дня рождения, который наступает в Бортрадио, У нас приходит оплата счетов за сайт. И так далее, и так далее. Сейчас у нас еще доллар вырос. Зараза. Вот. Поэтому, в общем, у нас такие... Раз в год обычно так понемногу, По чуть-чуть. Тысяча-полторы в месяц траты. Вот. А тут сразу такое... И большая трата. Поэтому, если кто-то хочет помочь Бортрадио, У нас в ВКонтакте, на странице, Да и на сайт можно зайти. Там тоже есть, как помочь Бортрадио. Вот. Будем благодарны любой помощи. Там и сто рублей, и двести. Ей-богу. Они все в пользу, и все пойдут в дело. Вот. Ну, а так, до новых встреч. И давайте, наверное, еще-нибудь напоследок такое. Юрий Висбор. Вот. Начинается беда. Если что, так это мне всегда. Солнце за гору заходит, Пикок пяти не приходит, Через час настанут холода. Солнце за гору заходит, Пикок пяти не приходит, Через час настанут холода. На горе сижу я, как на пне, Если не везуха, это мне. Солнце за гору заходит, Трепок трех не приходит, Через час настанут холода. Солнце за гору заходит, Трепок трех не приходит, Через час настанут холода. А партнер мой, Прима Юдемид, Все переживает, аж крихает, Трепок трех не приходит. Солнце за гору заходит, Бубна к бубне не приходит, Через час настанут холода. Солнце за гору заходит, Бубна к бубне не приходит, Через час настанут холода. Где-то загорается звезда, Где-то живут ночные поезда. Солнце за гору заходит, Червы к червя не приходят, Через час настанут холода. Солнце за гору заходит Быстро жизнь моя проходит Через час настанут холода До новых встреч, дорогие друзья